Вывод покрытия нороплан на стену. Сначала наметьте стеной фриз на полу на расстоянии 10 сантиметров от стены во всем помещении. Аккуратно разложите рулонный материал на полу до этой отметки. Как аккуратно приклеивать покрытие нороплан представлено в видеофильме номер 2 нашей видеотеки. Перед дальнейшей работой клей должен затвердеть в течение не менее 24 часов. Только после этого чисто отрежьте край фриза с помощью 10-сантиметровой стальной линейки нора. Приклейте к стене клейкую ленту. При этом правильную высоту непосредственно обеспечивает разматывающий диск. При смене направления просто переверните рулон на диске. Отрежьте внизу около 2-х сантиметров защитной бумаги и удалите ее. Теперь отрежьте под углом закругленный прокладочный профиль Х9010 и разместите его вдоль кромки между полом и стеной. Аккуратно обработайте все углы. После этого разместите клейкую ленту на еще свободной части фриза на полу. Удалите перекрытием нахлёст. С помощью практичных шаблонов нора отрежьте клейкую ленту также под углом. Теперь отрежьте от покрытия полосы шириной 19 сантиметров и с помощью шаблонов нора для углов просто и быстро нарежьте необходимые части. Удалите защитную бумагу с части на полу. Подгоните полосу фриза сначала по краю на полу и затем плотно приклейте ее. Теперь также приклейте полосу фриза к стене. Важно! Предварительно аккуратно обработайте углы. Для выполнения точных работ снова воспользуйтесь шаблонами нора. Нарежьте вторую часть фриза. И начиная с угла, подгоните ее вдоль края на полу и плотно приклейте ее. При этом плотно прижимайте угол. После этого с помощью ручной фризы для разрезания швов разделайте шов между фризом и поверхностью. Дайте разогреться ручному сварочному аппарату, установите его на шов и загерметизируйте шов термошнуром при температуре 350-400 градусов Цельсия. Выполните первую обрезку шнура с помощью дистанционных салазок, установленных на 0,7 мм. Выполните вторую чистовую обрезку только после охлаждения и без салазок. Теперь подготовьте углы для использования однокомпонентной смеси для герметизации швов. С этой целью протрите все швы по ширине не менее 5 см жидким воском и дайте им полностью высохнуть. Аккуратно обработайте швы с помощью шаблона, ручного ножа для разрезания швов и ножа для укладки. Присните однокомпонентную смесь в шов и пригладьте ее склаживающим шпателем. Внимание! При выравнивании смеси удерживайте шпатель по возможности очень плоско, в противном случае могут возникнуть пустоты, которые позднее сделают шов исприимчивым к загрязнению. Дайте затвердеть смеси для герметизации швов в течение не менее 12 часов. Только после этого удалите рукой материал, выступающий рядом со швом. В результате у вас получится безупречно выполненный переход покрытия на стену. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»